Вопросы в основном касались ремонта социальных объектов. К примеру, Татьяна Галстян из краевой столицы обеспокоена тем, что в детском саду, который посещает ее ребенок, оконные рамы в ненадлежащем состоянии. Они пропускают холод. Анна Менькова поручила заменить стеклопакеты уже в следующем году за счет муниципальных средств. А вот капитальный ремонт в одном из сельских домов культуры в Гулькевичском районе так быстро сделать не получится. В отрадо-Ольгинском ДК уже 16 лет не от тепла и протекает крыша. За 40 лет существования здания его ни разу капитально не обновляли. Анна Менькова потребовала разъяснить ситуацию. Данный населенный пункт на сегодняшний день был не полностью газифицирован, а центральное отопление было отключено. А той котельной автономной, которая была, отключено было еще прежним собственником, перед тем, как передавалось сельское поселение. У меня просто поразительно слушать, что уже за 16 лет не было предпринято ни одной попытки решить этот вопрос. Отпустили ситуацию, при которой сегодня из-за отсутствия отопления эта ДК разрушается. Поручение вашему главе, вам, Министерству культуры, проработать совместно с Департаментом топливно-энергического комплекса конкретно этот вопрос по этому зданию культуры. Дать мне все позиции по тому, сколько это стоит, и найти решение, как быстро мы эту проблему закроем. Кроме того, Анна Менькова взяла под личный контроль капитальный ремонт в кабинете лечебной физкультуры в одной из краснодарских поликлиник. Уже два года зал закрыт, а занятия проводят в необорудованной для этого комнате. Вице-губернатор отметила, в помещении для ЛФК сделают ремонт, и пациенты уже в марте смогут там тренироваться. Министерства муниципальных средств следующий.